МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 июля Абарановичи празднуют 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь 150-летия города на улице Советской появилась пожарная скамейка. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». За сутки в Беларуси зарегистрированы 1035 пациентов с COVID-19, выписаны 1173. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 424 554 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 417 585 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 225 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 18 292 теста. Всего в стране проведено 6 923 772 теста. 8 июля Барановичи празднуют 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжественное возложение цветов прошло у Вечного огня памятника воинам и партизанам, освобождавшим город. 77 лет назад, 8 июля, еще шел смертельный бой за освобождение города Барановичи от немецко-фашистских захватчиков. Разрушенные дома, взорванные предприятия, пожарищи, обезлюдевшие улицы – таким был город в день своего освобождения. 8 июля 1944 года Барановичи вздохнули свободно. Город был освобожден от коричневой чумы. Торжественное возложение цветов прошло сегодня у Вечного огня памятника воинам и партизанам, освобождавшим город. Венки и живые цветы, как дань памяти воинам, погибшим в борьбе за нашу мирную жизнь, возложили руководство города, ветераны, представители общественных и молодежных объединений, трудовых коллективов, духовенства и обычные горожане. Город понес огромные человеческие потери. Лишь немногим больше 4 тысяч горожан встретили своих освободителей 8 июля 1944 года. Тогда как в предвоенные месяцы областной центр Барановичи проживало более 40 тысяч человек. Память об освободителях, об их подвигах останется в наших сердцах. В сердцах благодарных потомков, низко склонивших головы у памятников и обелисков. Сегодня Барановичи молодой, современный, красивый и гостеприимный город. Город, которому всего лишь в этом году исполнится 150 лет. В ходе Великой Отечественной войны 27 июня 1941 года город был оккупирован германскими войсками. Более 50 тысяч военнопленных и гражданских лиц были расстреляны и замучены в лагере военнопленных номер 337 возле железнодорожной станции Лесная, недалеко от города. Немцы создали в городе Барановичское гетто, куда были согнаны около 30 тысяч евреев города и его окрестностей. Население гетто было уничтожено в 1942 году. В городе действовала подполье и окружная антифашистская организация. За время войны Барановичи были сильно разрушены. Город был освобожден 8 июля 1944 года в результате наступления войск 1-го Белорусского фронта и партизан Барановичского и Минского соединения на Барановичско-Слонимском направлении операция «Багратион». В благодарность героям, спасшим от оккупантов родной край, 28 частями соединениям присвоены наименования Барановичских. Уже по итогам первого послевоенного десятилетия в городе был полностью восстановлен довоенный уровень развития. Работало около 40 промышленных предприятий. Среди них артель «Красный металлист», ныне завод станка принадлежностей, моторемонтный завод, ныне автоагрегатный и другие. В честь 20-летия освобождения города Барановича от немецкой оккупации летом 1964 года был зажжен вечный огонь и открыт памятник освобождения. Среди них артель «Красный металлист», ныне завод станка принадлежностей, моторемонтный завод, ныне автоагрегатный и другие. В честь 20-летия освобождения города Барановича от немецкой оккупации летом 1964 года был зажжен вечный огонь и открыт памятник освобождения. Для соискателей Управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского госполкома организуют электронную ярмарку вакансий. Специалисты кадровых служб филиала ЗАО «Атлант» и вагонное депо Барановичского отделения Белорусской железной дороги будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы граждан. Обратившиеся смогут получить электронную консультацию, приглашение на собеседование посредством чата. Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в следующий четверг, 15 июля с 10 до 11 часов. В честь 150-летия города на улице Советской возле дома торговли «Радуга» появилась пожарная скамейка. Оригинальный подарок преподнесли барановичанам пожарные спасатели. Презентация произошла сегодня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 150-летняя история города ведет свой счет с 1871 года. История пожарной команды в Барановичах начинается в 90-е годы 19-го столетия. По инициативе «Состоятельный господ» было образовано в городе добровольное противопожарное общество. В те годы, когда большинство домов были деревянные, пожары случались очень часто. Случалось, что в округе губернии, что во время пожара огнем уничтожались целые кварталы, но не в Барановичах. Как ни странно, в городе, если и возникал пожар, то больше одного дома не сгорало. Этому способствовало просторное строительство и хорошая организация добровольной пожарной команды. Из оборудования конный ход, помпа и несколько бочек сбили несколько лестниц. И пожарная команда, как ее тогда называли, была готова. Со временем пожарная команда была оснащена специальной униформой и касками. Прокладка водопровода, организация противопожарного водоснабжения в 20 веке, пожарный гидрант, пожарная колонка, обеспечивающая заправку пожарной техники в настоящее время. Все слилось в сегодняшние виновницы собрания. Пожарные спасатели по случаю 150-летнего юбилея родного города преподнесли ему оригинальный подарок. Изготовили и установили возле дома торговли «Радуга» эксклюзивную скамейку с именной табличкой. Автором идеи выступил Сергей Страчук, начальник ПАЧ-3. Мероприятие посетили председатель горисполкома Юрий Громаковский, председатель горсовета депутатов Григорий Кособутский и Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 150 лет городу. Говорю, надо что-то сделать. Что мы можем сделать именно уже для города? Не то, чтобы как-то больше там в своем стиле, либо там посещать нам какие-то выставки, мероприятия. Вот смотрим, в Бресте, там в других городах есть скамейки. Есть в Бресте на улице Гоголя пожарная скамейка. Давай, ну, посмотрели в интернете, есть пожарные остановки. Вот начали обсуждать, что нам лучше, скамейку или остановку. В нашем городе мы тут и советовались с городскими властями, и с отделом архитектуры, нету остановки пожарной депо. Если бы она была, было бы актуально, что где-то рядом пожарная часть, остановка пожарной депо, наверное, бы все силы вложили в изготовление этой новой остановки. И тогда мы остановились на скамейке. А вот Антонов Андрей Александрович, у меня начальник Арула, очень творческий человек в плане работы с металлом, скажем так. И мы, ну, давайте скамейку, давайте скамейку. Очень много в части людей, которые могут проводить сварочные работы. Есть несколько человек, которые хорошо могут с красками работать. Но нам надо проект. А проект, чтобы сделать, у нас, к сожалению, своих таких талантов нет. И спрашиваю ребят, проводя разводы, приемка, сдача, дежурство, когда они меняются, спрашиваю, ребята, может, знаете кого, кто нам может сделать проект. И ко мне подошли, говорят, у меня есть молодой работник, на умовец Антон, говорит, у него отец занимается, творческий человек, профессионально там рисует изделия, с пенопластом работает, все это дело. И я его пригласил. Позвонил ему, представился, все, созвонился, пригласил. Он меня выслушал. Ну, говорит, хорошо, давайте. Мы походили по нашей части, походили по нашим складам. Он пофотографировал все, что у нас есть с элементов нашей пожарной атрибутики, так сказать, нашего пожарно-технического вооружения. Каска пожарного, это понятно. Вот это огнетушитель под каской, вот это раструб, как вы можете видеть. Вот это, так скажем, наш старый герб, это багор, а это топор. А это как бы такой общий герб, ну, у нас, вы видите, там шестиконечная звезда, как такова. Ну, у автора получилось так, но, тем не менее, все очень символично сходится. Люк чугунный, это мы их открываем, чтобы гидранты у нас под землей, чтобы запитаться водой. Колонка пожарная, мы когда открываем люк, естественно, наворачиваем туда. Вот волной идут рукава, опираются на стволы. Это тоже самая подача по рукавам стволу. Вот как-то так, ну, вода, огонь, вот и вся наша, так сказать, атрибутика. Ну, согласитесь, получилось очень достойно. Все, кто видел, даже вот и городские власти, простые люди, все просто восхищаются. Доска – это вот наши царские бараки, которые здесь у нас были в военном городке. Проводили мы демонтаж этих бараков, когда у нас с нами был заключен, УКС с нами заключал договор, и мы проводили демонтаж. Это лиственница старинная, очень такая, она крепкая, это доска, у нее аж смола, из нее текет. Мы, кстати, тоже старили, так вот эту брашировку делали тоже пескоструем на фирме ДОКО. То есть этой доске порядка около 200 лет. Изготовление скамейки началось в марте, а к концу мая она уже была почти готова. Занимались спасатели этим делом по выходным. Многие даже оставались после рабочего дня. Так их вдохновила идея создания пожарной скамейки. Вверху композиции вечно борющиеся и живущие рядом две стихии – огонь и вода. Это не просто красивая лавочка, а воистину лавочка времени, памятник города и истории пожарной службы Барановичи. Наши жители должны знать и помнить, что город находится под надежной защитой пожарной дружины. В лице работников Министерства по чрезвычайным ситуациям, готовых ежеминутно прибыть и решить задачи любой сложности по ликвидации ЧАЭС. Эта скамейка является продолжением плеяды тех добрых дел, интересных дел, пропагандирующих службу спасения, которая началась еще в 2015 году с памятника пожарный автомобиль. Потом появилась идея сделать пожарный мотоцикл, пожарную телегу, ну и, конечно же, пожарная скамейка. Я бы сказал, что на ее изготовление практически не были затрачены средства. Все это ребята сделали своими руками. Это еще раз наглядно говорит о том, что если есть желание, возможно, все. Лавочка времени сделана максимально удобно и комфортно, что непременно оценят прохожие и посетители торговых центров, расположенных рядом. А если отдыхающие на лавочке погладят каску оберег брандмейстера, то этот ритуал всенепременно отведет неприятности стороной. Централизованное тестирование по всемирной истории новейшее время прошло без нарушений. Это последнее испытание ЦТ по основному графику. Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Но для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 2 июля и завершится 9 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их 6 на их базе и будет проходить тестирование. Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения бютриентам начнут выдавать с 16 июля тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 23 июля. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин